Вау, сегодня мы научимся кастомизировать DROM KITS и добавим прикола в FL Studio. Погнали! Занимательнейшие факты, бро. Если вы зайдете в дефолтные паки, то обнаружите, что у некоторых папок есть скрытые NFO файлы. Если открыть их с помощью блокнота, то можно увидеть микрокод. Именно тут все и происходит, но не пугайтесь, ничего сложного тут нет. Теперь мы приступаем к самому интересному. Кастомизация. Вот у вас есть папки с ваншотами. Чтобы поменять визуал папки, нужно создать текстовый документ с ее названием и в конце вместо TXT написать NFO. Теперь нужно открыть этот файл как текстовый документ и вписать вот такой код, который вы можете скопировать из описания. С помощью Color мы можем менять цвет нашей папки, но нам нужен код цвета. Достать его можно кликнув по нужному цвету пипеткой в фотошопе. Если у вас нет фотошопа, то это полный кринж, бро. То можно воспользоваться каким-нибудь сайтом, который покажет код цвета. После того, как вы узнали код цвета, вам нужно поменять первые и последние значения местами. Не знаю почему так, но если вводить натуральное значение, то цвета просто сбиваются. Теперь добавим иконку. Есть два вида иконок. Стандартные иконки FL, которые можно поставить, введя соответствующее число. А есть юникод символы. Вы можете зайти на вики или по ссылке ниже. Там есть все юникод символы. Вам нужно выбрать понравившиеся. Допустим, вы выбрали символ. Теперь вам нужно скопировать вот эти четыре значения. Это номер нашего символа в шестнадцатеричной системе. И, казалось бы, его можно уже вставить в блокнот. Но, спойлер! Как и в случае с цветом, все эти индексы внутри FL-очки сбились. Я не знаю, как так произошло, но опытным путем я обнаружил решение проблемы. Нам нужно открыть калькулятор в режиме программиста. Вбить в hex наш индекс и после этого в decimal прибавить 3840. Теперь новое значение hex и будет нужным нам индексом. Вставляем его и, как мы видим, все работает. Не спрашивайте, как я дошел до этого. Пришлось несколько посидеть. Просто используйте это. Следующий параметр в коде меняет расстояние между строчками. А тип добавляет описание к папке, которую вы будете видеть при наведении тут. Как добавить картинку? Создаем в DrumKit папку, как-нибудь ее называем и добавляем туда картинки. Теперь в этой строке нам нужно указать адрес картинки. То есть, вот имя нашей папки, вот имя нашей картинки в этой папке. Обновим браузер и теперь мы видим, что картинка появилась. Также рекомендую вам сделать папку с картинками невидимой. Делается это просто через ПКМ скрыть. Также, если вы планируете нарезать одну картинку на части подобным образом, то знайте, что по дефолту расстояние между строчек 26 пикселей. Вот такой получился гайд. Надеюсь, теперь будет больше веселых и стильных драм-китов. Если было полезно и интересно, то накидайте лайков, комментов. Ну а я с вами прощаюсь. До новых видео.